Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Христос Воскресе. Номер 163. События дня. Что означает слово «досадить»? 22 мая 2016 года. 1 Петра 5.1. Пастыри ваших умоляю, я со-пастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Посите Божие стадо, которое у вас надзирают за ним непринужденно, но охотно и богоугодно не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Вот эти как. Повторяет эти слова. Не господствуя. Ну, конкретно. Какой сегодня епископ соответствует вот этому? Не ради гнусной корысти. Где они будут ходить на благовестие? Как разъезжают? Раньше патриарх только, говорит, эта машина какая-то, членовоз называлась. Колесам поклониться. Подойти нельзя. Я письмо патриарху Пимену подаю. У меня рядом у него охранники стоят. Они меня как дорбанули там в Елоховском соборе. Я в сторону так и полетел. Письмо передать даже нельзя. Большая часть священства погибает. Большая часть. Большая. Вот их сегодня архиереи собрались. Сто. Минимум пятьдесят один будут в аду. А сказать нельзя. Князья народа. Ну, то есть создали себе самую систему на этой временной греховной стадии жизни своей удовольствие иметь. Всякие безобразия творят там. Благодаря Андрею Кураеву открылись такие бездны. Содом. Его называть уже надо здесь не каким-то там Екатеринбургским или Санкт-Петербургским, а Содомским и Гоморгским. Умоляют. А зачем умолять-то, если все было нормально? А уже не нормально. Он как раз и высветил здесь, вот здесь, вот главная беда их, что трусость и корысть. Корысть и трусость. Живое слово не терпится нисколько. Вот сейчас на меня, ну, непонятно кто там. Это какой-то Саварбек, видимо, под каким-то таким уточненным или жирным, сказать, нападает на меня. Ну, видно, упитанный какой-то телец. А вот написано, а вот нельзя досаждать епископа. Слово досаждать-то разъяснение требует. Что значит досаждать? Я решил все это посмотреть. Что оно означает? Если вы все, братья, почему слово досаждать не относится к обыкновенной бабушке-то? Ее можно досаждать. Последнюю копейку у нее выманывать. Это можно. А его нельзя. Это означает, что неприкасаемые, касса неприкасаемых. А это изгои. А раз неприкасаемые, значит, вы и не исправляетесь. А раз не исправляетесь, это означает, что вы подготовлены под нож. У тебя уже нож в горло поставлен. Епископ ты или патриарх, разницы, папа или римский, или президент, разницы никакой нет. Это вот обличительного глаза, я знаю, где совершенно не допускало. Это КПСС, Гитлер, то есть абсолютно где старообрядцы, никогда, нигде, ни одного слова. А маленькая власть, там что-то на своем. Ну, человек ушел от него, больше ничего нет. Перешел границу. Ушел в другую систему, где более мягко. Надзирая за ним, на кого ты надзираешь? Каноническая территория. Нарисовал карандашом, кто-то провел. Люди как спали, как гуляли, как блудили, так и остались. Никому никто не пришел. Если тебе разделили дом, дали, вот, крышуют, где преступники, они знают, вот это моя территория, он с каждого берет налог, он ездит, проверяет, как, и вот кот ходит по ограде у меня, он метит и метит постоянно, чужих котов изгоняет. А это ничего он не делает, только что, а это моя территория, ну, зал территорию, а дальше-то что, управления-то нет никакого. Ну, выгляни в окно епископа, посмотри, твоя территория, рядом дом стоит, и ты не был ни разу в нем, ты никого не знаешь. У нас в деревне маленькая, 10 дворов, я приехал, все дворы обошел, всех поприветствовал, узнал, как состояние, какая помощь нужна, им сказать что-то. Первое, к Коринфянам, это я к тому говорю, что не надо возвышать кого-то, какие названия придумали, святейшие, ваше святейшество, там, ой-ой-ой, как пишет Тютчев, Федор Иванович, о папе римском, непогрешимая греховность, а тут можно еще сказать, святейшая мерзость, или ваше высокопреосвященство, Каин, высокопреосвященнейший, Иуда. Кто Павел, кто Пало, с первой коринфянам, третья глава, а они только служители, даже Павел, через которых вы уверовали, а через этих-то никто не уверовал, и при том, поскольку каждому дал Господь, а тут, может, ничего Господь не дал, а собрались, вот его рукоположили, он теперь надбивается. Ну, примерьте, маленько-то, чего вы такие уже, это, совсем не, бессмысленные, 3,9, ибо мы соработники у Бога, вы божья нива, божье строение, какая-то нива, кто приходит-то, посмотрите, кто исповедуется, причащается, они ни грамма не исправляются, ни от исповедения, ни от причастия, даже мирские, в сравнении с ними, лучше выглядят. 1 Петра, но вы, то есть, весь народ, род избранный, царственное священство, но если все названы священцами, почему его можно досаждать, какой-то бабушке или дедушке, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас, из тьмы в чудный свой свет. Если кто из Клиры досадит епископа, это апостольское правило, 55-е, вот это они дают уже, это вот апостольское, надо показать, что это апостольское. Досадите епископа, да будет извержен. Откуда извержен? Что извержен? Значит, из церкви выгнан будет. Ибо сказано, правители твоих людей, да не скажешь зла. Ну, понимаешь, ну, какое отношение имеет епископ к правителю? Ну, никто. Он просто пришел, деньги собрал и уехал. Какой? Когда писали-то тоже. Что в это время церковь была гонимая. Какое правило-то? Ибо сказано, ну, Деяние 23.5, апостольское, 39-е, об этом, 4-е вселенские, 8-е, 6-е вселенские, 3-4 правило. Досадить епископа. А как? Ну, подал не так, говорит, свечевую ему, там еще что-то. В алтаре это все. Его епископ тут никто не видит. С народом не живет. Как досадит? Он не знает даже этого слова, но прилипелся к этому, к правителю. К правителю это относится. Ты-то какой правитель? Если тогда были иудеев правители, первосвященник, он имел власть. А здесь-то у него никакой нету. Он так только среди своих, там, пузырицы. И дальше, 56-й. Если кто из прищета досадит пресвятеру или диакону, да будет отпущен от общения церковного. И вот правило, Дикийский собор, 6-й вселенский. Досадит пресвятеру или диакону, тоже сюда. Диакон тоже правитель народа. Ну, какой правитель-то? У таракана больше власти-то. Ну, никакой. Совершенно никакой. Так как онел им, махать, как Репин, Илья Ефимович, изобразил диакона и подписал рев, зев и лупоглазие. Рев, зев и лупоглазие. РЗЛ. И тоже, как бы мы не досадили. Кто тебя досадит? Зато, говорит, нам никто не может повредить, кроме себя самого. Ни Бог, ни я тебе не поможет, если ты себе не поможешь. Почему это за основу не взять? Апостольское правило, 58-е. Тут же, там 56-е, 55-е, а тут 58-е. Епископ и пресвятер, не родящий, не заботящийся, а притчащий о людях, и не учащий их, благочестие, да будет отлучен. Чего же это-то не берете? Чего вы так выборочно-то берете-то? Тут ясно дело, что не учат, народ разбрелся, на твою экономическую территорию 1% только иногда загадает, 1%, 99-е никому не нужны. Тебя за них отвечать, дуется пузырь. А если же не останется в таком нерадении ревности, да будет извержен. Что означает 6-й Вселенский Карпагенский собор? То есть, никто выгнать его обыкновенный мерянин извержен. Извержен полностью из сана. Ну, возьми 58-е, это правило, 58-я статья сталинская, она по башке-то треснет. Подогнано все. 59-е, если кто епископ или пресвитер, или дьякон, кому-нибудь из клира, нуждающемуся, не подаст потребного, да будет отточен. Да кому он подаст? Он под себя гребет и гребет. Закосневая же в том, да будет извержен. То есть, никак не исправляясь, это только для себя. Как убивший брата своего. Ну, если с этой позиции рассматривать, почему златоут говорит, никого так не боюсь, как епископов. То есть, власть дурманит голову. Он не помнит, что делать. Досадит, чтобы не досаждали. А подосадить, что угодно. Вот этот шлейф сзади тащит 3 метра. Нужен ему это? Павлиний хвост. Ну, наступил там, эта служка-то. Досадил. Да и не дай бог, еще он упал, если епископ. Серахов. 26. Ну, видимо, в поисковике у меня на одну цифру надо менять. 55. 25. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Вот где досада-то. Муж досадует, недоволен все время. Потому что муж-то глава. Ну, если епископ глава, так ты главой-то будешь истинной главой, а не на бумажке нарисовал себе. Серахов. Большая досада, это жена, преданная пьянству. Вот тоже досада. И ничего себе нельзя сделать. Она пьет, и она не скроет своего срама. То есть будет где попала валяция, какой-нибудь там бомж познакомиться с ней. Дальше у всякого, Серахов, Серахов по всей вероятности здесь 40. Досада и ревность, смущение, беспокойство и страх смерти. И негодование, и распри. Во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает уме. Вот дальше ревность, смущение, это ничего не трогает. Это досада. Взяли слово. То ли переведено так. Ну, я беру как переведено, так слово досада поясняю. У всякого досада. Друг друга люди насаждают. Почему за это никакого наказания нет? А епископа досадил. Ой, как это они знают. Как начинают все бросаться, епископ наш, то другое. А завтра на виллу поднимут его, и все кончилось. Ниеме 2.10. Когда услышал сие сановалат хоронитый и Тови, аммонитский раб. То им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израиля. Вот им очень досадно. Я ему досадил. Епископу говорю, раз ты не учишь, ты никто. Поминает наставников, которые проповедовали. Народ только обираете, обдираете как липку. Подряд всех отпевают и цыганы, и все с властями крутится, чтобы кто-то что-то подал. Весьма досадно было вот этим людям, которые перечисляются. Пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. А кто пришел-то? Ну, Ниемия пишет-то. Съездры. Я им подражаю о благе народа, чтобы собирались, учили, изучали Святую Библию, помогали друг другу, была настоящая община, соблюдали каноны, книги канонов, точно соответствовали Никео-Целеградскому символу веры. И тогда епископ на месте стоит, приглашали его на занятия, он не идет нигде, он противодействует. Действует, как говорит, превратно, чтобы увлечь за собой. Ниемия говорит, когда услышался на Валах, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, издевался над иудеями. Это вот, что делает епископ и священство надо мной, конкретно. Они услышали, что мы строим стену, то есть заботимся. Стена – это священство, забота. Стена – это ограждение от греха, чтобы люди жили свято, знали Святую Библию, через слово «ощищенные». Рассердился и много досадовал. Вот этот епископ, он много досадует. Вот и все. Только приехал сюда и травит людей против. Здесь ни одного человека не обратил. Да ни я не обратил, опыта-то никакого нет. И чтобы к нам никто не приезжал, а мы десятилетиями устанавливали добрые отношения с патриаршими и священниками. В один день он все. Кто поедет, тот само дело будет иметь. Волк. Христос воскрес. Когда услышался на Волат и Тове оравитяне, монетяне, азотяне, что стены в Русалимске восстанавливаются, что повреждения вначале заделываются, то им было весьма досадно. Вот у меня книги написано, что мы занимаемся все время, как досады священники. У них ничего нет. И чтобы не писали, не комментировали, вы вокруг моей колокольни-то бегаете-то. Да у вас ресурсов-то никаких нет. Вы идете ко мне, самое простенькое, придет время, будете каяться. Вы упустили момент. Я не всегда буду здесь. Говорю слова истины, а вы, повреждения заделываются. Люди удивляются, что православные. Посмотрите, какой порядок. У вас же проходной двор везде. Любой, который священник выходит, ораторствует, и видно, двери из дверей выходят. Вы видели у нас, как богослужение идет? Это труд, непрерывный труд. Малые дети, все работают и живут в достатке. Псалом 111. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. А епископы уходят, его завтра и забыли, перевели. Не убоится худой молвы. А тут одно слово сказали, запомирал. Сердце его твердо уповая на Бога. Значит, на Бога не надеется. Как я гляжу в интернете, там встречают патриарха и вокруг насчитали семь охранников стоят, не подойти, ничего нет. А там, видимо, снайперы на крыше. И написано, Кирюша совсем не надеется на Бога. Вот и все. А тут днем и ночью где угодно идешь надеешься на Бога. Утвержденность сердца его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он растащил и раздал нищим. Ну, кто из вас растащил и раздал нищим-то? Ну, понятно, что не относятся. Растащил, правда его прибывает и у вас никакой нет. Рокки вознесется во славе, то есть сила его будет. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Вот у меня так и есть. Я все раздал, растащил, вы на меня нападаете. Я вам поясняю, у меня ничего нет. Ничего нет. Совершенно. Вот в старое время советскими деньгами работал я на стройке. Ну, что там, на второй этаж бетон катать в тачках. Какая-то работа. И уходило 10, 80 или 11 рублей в месяц на питание. На питание в месяц. Ну, доводите в эти рамки-то. Так, нечестивый увидит, это будет досадовать. Ну, что, ему досаду это жизнь свою епископу досадил. Заскрежещет зубами своими и стает. Желание нечестивых погибнет. Вот собирается Дворкина там выпистали, но лучше ничего не нашли. И вот они создают миссионерские отделы. Ничего более отвратительного, гнусного нет сегодня. Обман сплошной. И они не могут создаваться. Вы безбожники совершенно. Это Дух Божий делает-то. Вы не верите, что Дух Святой на землю сошел. По двое только. И миссионер должен обладать тысячами талантов. И он ко всем расположен. У него нет врагов. Нету. Он в себе ищет врага. А это все, вокруг все враги исследуют. Сектоведы какие-то. Что исследовать? Иди работай среди них. Накорми, напой нуждающегося. Деяние 4.2. Досадуй на то, что они учат народ. Вот да на что они досадуют. Что мы их учим. А то досадил я епископу чем? Проповедью. Евангелем. Почему я не досадил местному епископу, митрополиту, ни разу? Почему? Ну, были епископы у нас, воевали против нас, а потом примерялись и приезжали. А только приехал, ни дня, нигде не было ничего. Я говорю о Славгородском, Севолоде. На Павла сразу кто-то заступился за одного всех готов. Он прямо буйный какой-то. Ну, приезжай в гости, побудь маленько, Владимир Александрович. Поняш. Понятно, что воспитывался в другой структуре. Не крещеная, 28 лет рукоположенного, вопреки канонам, то ты не священник даже по канонам, то тебя извергать надо. И вот пузыриться там, да прийди в гости, ну, смирись маленько, то еще надуваешься ты из-за этого. Я к нему как бы обращаюсь. Что такое досада? Это чувство раздражения, неудовольствия, вследствие неудачи, обиды. У него неудача и обида, а при чем тут я? Так, что досада берет кого-то, кого-нибудь. С досадой чуть не плачет. Это его досада. А если ты отвергся сам себя, тебе досадить никак нельзя. Ты доверишься? Досадить, досажу, досадишь. Причинить досаду, раздражать чем-то. Вот. Дальше досадливый, это выражающий досаду, неудовольствие. Досадливо поморщиться, то есть неудовольствием. Досадный, вызывающий досаду, неприятный, досадная ошибка. Вот. Дальше досадовать. Досадуешь, это на что-то. Испытывать досаду, неудовольствие. Недовольствие. Ну, а то тебя зависит. Если ты, все написано, благочестивый и довольный, верующий, все содействует ко благу. Все. Ну, считайте, 8, 48, другие, вместо 128 сказать, римлян, везде, читай, и увидишь, верующими все содействует ко благу. Вот напал на меня, я из этого блага извелег. Теперь другим имею тему объяснить. Не верьте им. Досаду, иначе, не отвергся от себя. Своей я умер. А если умер на тебя, топчи, дави, тебе разницы никакой нет. Как жития святых говорит, там, Святой Захарий, там, вот, досадуя на задержку, что вот задержали, да, досадуя. Досадуя на свою судьбу. Зачем стал епископом? Зачем ты, если в тебе зверский, нечестивый характер? Зачем? Ты не стяжал самое правильное быть человеком. А то ангельский чин. Да, ангелы с маленькой буквы бывают, демонский чин, может быть. Подосадовать. Подосадуешь. И ремея. А ты припояшь шресла твои, встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Мне Бог повелел, я и говорю, что они не соответствуют своей должности, эти епископы. Что они не работают, что они злобные такие, корыстолюбивые. Еще раз обращаюсь к Андрею Кураеву. Что они делают с семинаристами? Ужас. Не молодушистью перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Вот так. Их бояться, значит, Бог тебя поразит. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеной на всей этой земле против царей Иуды. Так они же начальствующие. Против князей их, против священников и против народа земли сей. Вот все враги стали. А когда в пророческом духе человек служит, никому не угождать, бескомпромиссное служение. Вот был Сергий Митрополит, он это и подметил. Как Андрей Кураев. Для меня, говорит, не все равно, что скажет епископ. По Игнатию все равно. Если все ваши эти выдуманные каноны, то есть я не говорю о соборах, которые свои издают, он смотрит как? Не боится этих ваших законов и канонов. Он говорит, как написано в Святой Библии. Почему Андрей Кураев это увидел? Когда мы еще, может, и не знали с ним. Да. Против священников, заметьте, Бог поставил. Он мне повелел это, я сказал, кто тебя поставил? Тут вылез какой-то нищестивец и бунтует, там и Лапкин гавкает на епископ, а то другое. Ну, видимо, поддельный какой-то. Я ему сказал, за неделю, если не выйдешь в скайп, значит, опять вылез этот. Саварбек, там один есть такой, бесноватый, мусульманин, видать. А они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобой, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Вот я книги мои, 14 лет, можно было доказать, что-то не так? И в Почаево собирались, и в сенсорские отделы, и книги выманывать ничего нету. Бог лишил разума. Вы уйдете, не остается ни слова. Мои книги в Ленинской библиотеке, в Королевских библиотеках мира. Мы сделали невиданное дело, прошли от Владивостока, Порта Находска, и в каждом городе, районных центрах, везде дарили свои книги. Везде. Прошли 6 республик мусульманских, Турцию прошли, все страны Европы, все почти, там Монаха только ночью ехали, мимо не заехали. В Скандинавию, Прибалтику, ну, 600 городов и сел. В Королевских библиотеках книги мои находятся. Они вам недосягаемы. Да, там их никто не считает. Читают, считают, а оттуда отзывы идут. Мои книги видели в библиотеке у президента Российской Федерации Владимира Путина. Дальше. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь выразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника. Беззаконник это епископ, священник-то. От беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я обзычу кровью от рук твоих. И кто заступается за беззаконных епископов, это убийцы. Они им не говорят истину. Ну, а что ты говоришь? А они что, исправляются? Да, исправляется. Да. У меня были такое, что вот епископ приезжает домой, у меня обедаем тайно. Однажды я в Москву приехал ночью, и они уже знали, три епископа пришли навстречу. Ну, назовите, найдите мирян, к которому к мирянину приходили епископы навстречу на дом. Ну, ну, понятно, что-то не то, это Бог побуждает так. Я не сам от себя это говорю, я молюсь об этом. Я вижу, я должен вразумлять его, чтобы самому не умереть. Но если ты вразумлял беззаконника, беззаконника епископа, представьте, священника, дьякона, президента, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Поэтому я обличаю и говорю им, всем этим понищем. Пони, маленькая лошадка такая есть, или пончик, пухленький. Языки или 3.20. Если праведник отступит от правды своей, поступит беззаконно, когда я положу перед ним протестновение, Бог положит, что вот такой случай, а ты... И он умрет. То если ты не вразумлял его, этого епископа, то он умрет за грех свой. И не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. Я взыщу кровь его от рук твоих. Я не хочу. Если не говорил, ты убийцей являешься его, поэтому я обязан это говорить. Если волк, я говорю, волк, волчара, дикий, бешеный, лютый. Изыки или 33. Если же страж, сторож, видел идущий меч, то есть война приближается, и не затрубил трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой. Но кровь его я взыщу от руки стража. Меня так и называют, вы стражем поставлены. Тарабиш Митар такой говорит, появился и свидетельствовал им, говорил, я принимаю это к себе. Об этом говорит, ну, Митар, я могу даже найти, как это, сейчас, минуточку одну, вот здесь ответ, Тарабиш, где тут найти? Ну, Тараби Тараби, сейчас, минутку, Калабана. Не вижу ничего через это. Митар. Значит, здесь на слово Тарабиш. Кто такой, некоторые не знают, давно уже раз-то тема была, я уговорю на это. Вот, сейчас я посмотрю. Если вы туда посмотрите, подскажите, относится к вам или нет это. Ага. В народе, в народе, и в епископате, это он к народу не относится, он князь. Живущим далеко на севере, третье, появится маленький человек. Вот какие, третье, появится маленький человек. Ну, дальше, что? Это неправильно сделать. Который станет учить людей любви и сочувствия. Но вокруг него будет много лицемеров. Вот эти, заступаются за епископов. А лицемеры в жире плавают, опухшие. Поэтому ему будет очень трудно. Никто из всех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от того человека останутся мудрые книги. И все сказаны им слова. И позднее люди увидят, что обманывали себя. Митар Тарабич. Ну, а при чем тут я? При чем? Сходится на мне. Мне нашли и подставили вот это. Это в Болгарии был такой человек. Ему это открыто было. И вот увидели. Я еще одного нашел человека. Это Сергий Строгородский. Его надо найти где-то. Сейчас я найду где-то. Место такое. Он говорит. Я когда прочитал первый раз, я понял, говорит обо мне. Заключаю, что через поколение много, через два иссякнет наше православие. Если не изменить у нас образ воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство, а наконец-то совсем кончится, а останется только имя христианское. А духа христианского не будет. Все преисполнит Дух Мира. Это вот первый счет от Пископа. Феофан Затворник, 1863. Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия. Зато Господь тяжко их накажет. То есть расстреляны будут, будто его забудет. А теперь трясутся. Ой, в оклух, лицемеры. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи, молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Божия, а их бы помиловал. А всех архиереях молятся. Но Господь ответил, не помилуй их, ибо они учат учением человеческим, языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня, далеко. То есть они безбожники многие. И вот теперь смотрите, еще такое, мне нравится это выражение, одного. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, Бог посылает Господь, так и в церкви своей, в моменты чрезвычайные, Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности. Вот это миссионерство. Как бы пророков, сильных духом и верою, не имея официального назначения, то есть они никто, ни дьякон, ни священник, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится служебных рамок, то есть он может обличать и священника, и патриарха, то есть он заботится, как и всякое пророчество, а оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и церкви Божией. И кто это сказал? Митрополит Сергий Строгородский. Я первый раз прочитал, я понял, это про меня говорится, мне это дано, я говорю, и пугать меня не надо, что вот не надо. Луки. Луки. 11 глава. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. Вот таких людей они убивали, гнали, поносили, и такие же у них прихлебатели, в интернете их называют, говорит, как, ну, лежат заднее место, вместе слова эти, соединить, еще получится. Даниил, 13 глава. И он закричал громким голосом, чист я от крови ее, чист от крови. Епископы и священники, которые не учат, учителя это, они в крови все, кровавые. Если нам открылись глаза, мы бы увидели, кто перед нами. Вот Феодосий сидит и видит люди, гуляет, выпивает князья, он видит, они безголовые. То есть, маленькое время пройдет, и Иоанн Грозный обезглавит их. Тогда обратился к нему весь народ и сказал, что это за слово, которое ты сказал? Тогда он, встав посреди них, сказал, так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовал, не узнав истину, осудили дочь Израиля, Сусанну. И вот интересно, деяние 20 глава, 17 стих. Измелита же, послава Ефес, призвал пресетеров церкви. Это епископы, священники Павел призвал. И Павел что? Ну, Павел обречать их будет. И когда они пришли к нему, он сказал, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел Васю, все время был с вами. Работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами, ну, какой епископ может показать? Один, хотя бы один из 400 епископов. Хоть один. То есть, даже десятой доли процента нету от одного. Чтобы со слезами, ежедневно, и вот со всяким смиренно мудрием, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. А его наоборот, тут холят, ловят, любят. Как я не пропустил ничего полезного, о чем я им не проповедовал бы. Вот как надо. Все абсолютно надо осветить. И чему не учил бы вас всенародно и по домам. Ну, какой епископ по домам ходит, чтобы учить всенародно-то? Учить? Не лебезить перед мирскими-то властями-то? За подарки какие-то? Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом. И веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Но только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Ну, это сегодня ни один не может сказать. Но я ни на что не взирая не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса. Проповедать Евангелие благодати Божией. Вот главное какая. Не деньги выколащивать. Со священников замордовали их епископы. Вот что нужно делать. Ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я проповеду царствие Божие. Между ними ходил, проповедовал, не стоял. Проповеду, а не литургию служил. Посему свидетельствуем в нынешний день, что щит я от крови всех. От крови всех. Вот значит, почему он подкакал? При чем тут кровь-то? А вот почему. Ибо я не упускал возвещать им всю волю Божию. Если бы не возвещал, а человек не знал, согрешил, Бог говорит, я с тебя взыщу. И поэтому я обязан говорить. Итак, внимайте себе всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, не обирать, не жировать, которую он приобрел себе кровью своей. Все куда-то едут, какие-то совещания, все пустое, мыльный пузырь. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Слово лютые волки встречается в Святой Библии только один раз. И кого он призвал, перед кем, говорит, какое общество, пресвитера и епископы. Больше никого нет. И он на них смотрит и видит волщины, волчий оскал, как они сверкают глазами, как ненавидят, кто будет не так делать. Диатрефы. Кто будет принимать там, кто будет к Игнатию, там поедет, потеряевку, я отлучать буду и прочее. Волки лютые, нещадящие стадо своего. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, то есть извращенно, дабы увлечь учеников за собою. За собою, к Богу. Не приводят, а о себе заботятся, чтобы свечки покупали, деньги отдавали. Посему бодрствуйте память, что я три года день и ночь непрестанно со слезами ущил каждого из вас. Ну, кто может сказать это? Какой епископ? Не знаю. И ныне предаю вас, братья Богу, и Слову благодать Его, могущему назидать вас Библией, более и более, дать вам наследие со всеми освященными. Каждый ли епископ считает Библию сегодня? Ни серебра, ни золота, ни одежды, ни от кого не пожелал. А тут одежду содрал с отца Павла, Максим был, Дмитриев, и не отдал. С отца Павла, Ермоленко, с камня на обе. Сами знаете, что нужным моим и нужным бывших при мне послужили руки мои сии. Работать надо. Во всем показал я вам, что так трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал блажение давать, нежели принимать. Интересная фраза, которая у Господа нигде не встречается. Где Он ее взял? Видимо, в явление Ему Господь явил. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Со всеми вместе на коленях прощаться где-то на берегу реки. Да какой епископ пойдет на это? Галатам. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Он приехал и нападает. Нападает. Не будем тщеславить все. Друг друга раздражать, друг другу завидовать. Как они там, сколько долг должен архиепископа, митрополита, дальше идут все это. И все слова-то какие, все в себе придумали. Высокопреосвященный. Ну, то есть, меры никакой не знают. Тщеславие раздувает. Ну, умирают же перед вами были епископы. Вы умрете. И что там тебе будет? Колостином. Третье. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Вот где спасение. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. А братолюбия же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. И вот услышал потеряевки, и так люди живут, и так церковь православная. Ну, сразу позвонил, а можно приехать к вам? Нет. Он понимает, у него нету, и во свете так увидит, какие прихожане, как люди веруют, благовествуют. Он же понимает, он ничто. И вот на этом ничто он теперь раздувает свои паруса. Первое в Писании кельцам. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Я-то только вслед иду. Я его и знать не знал в этом поняче, ничего бы не сказал. Это только в ответ идет. Он разжигает этот костер, травит против. Собрал священников, чтобы никто не ездил. Как жалкий лгунишка, ехать не на чем. А митрополит говорит, я ему машину подарил, дал, а теперь у нее низкая посадка. Мальчишка просто. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ажесточился, обольстившись грехом. Ну, в первую очередь, мы считали, от кого, кто из? Серафим Саровский говорит, епископы извратили веру. Евреям, 10, не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обычно, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более, усматривать приближение дня вон. Какое увещание-то? Не знать все. Как не знать все? Мы же православные. Даже митрополит приехал, а он нет, ни под каким видом. Это у нас было ожесточение, санэпидемстанции. И берут норму, воду, молоко. И приехал замглава администрации еврей, Шойхет Яков Нахманович, доктор медицинских наук, профессор. И он берет воду и пьет, о которой нас травили, а они воду не берут, боятся отравиться. Приехала тут же лаборатория, выше среднерайонных намного у нас чистота. Ну, приехал-то все-таки большой начальник, а этот-то пешка, нет, он свое давит. Матфея 24-го. И тогда соблазняются многие, друг друга будут предавать и возненадеять друг друга. Они бы сразу сообщили о нас власти. Это сергианцы стопроцентные. Это обновленцы. Они все велися в церковь, Украина сюда, католичные приезжают попы, архиереи. Он же не моченый, не крещеный в полное погружение. Он же знает это. Бритые извратили все. Почему? Папство. И учат нас, как правильно веровать или что. Иоанна, все заповедуя вам дали, любите друг друга, чтобы любили. А не не видели. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон, и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Так вот вызвал слово эти. Так я-то говорю в ответ, на что он напал. Все, перевернулось. Ну, если он неправильно делать, взяточник, ну, я теперь в ответ должен что-то сказать или не должен. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Когда он говорил, то он думает, он не подвластный суду, епископ, на нас напал-то. Не станем же более судить друг друга, лучше судить и о том, как бы не поварить брату случая, претновение или соблазну. Когда я в ответ ответил, сразу забеспокоились, сразу звонки пошли. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. И сам я уверен на вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Мы, епископа, приглашаем этого Владимира Александровича. Приезжай в гости к нам. Приезжай. Посмотришь маленько, увидишь себя во свете Библии. Михаил Домнич. День добрый, Игнат Тихонович. Я нашел автора этого Илья Тырданов. Ну, а не царство строить на земле становится. Человек этот, видимо, ведомый, то есть, не свободен в принятии решений и нуждается в согласовании своих действий с руководителем. Так как я дважды писал ему в личку и где давал ссылку о вас для заочного знакомства с вами им и о ваших ресурсах. При этом видно и со страницы Ильи ВКонтакте, что он посещает свою страницу. Но ответа на предложение о возможном общении на теме спасения нет. Благодарю вас за ответ. Ответ ваш перепостил, то есть, переслал Илье в личку. И еще отправлю в ролики их в Ютубе. Спаси нас всех, Христос. Ну, вот, пожалуйста. Ну, выйди на меня, позвони по скайпу и пископу, это-то, что бунтовать-то? Дурью мается-то. Надувают щеки. Юрий Соборев, Миром Игнат Тихонович, любопытная историческая находка у Андрея Кураева. Посмотрите. Там говорится, что положил, можно сказать, начало-то этому Сергеянству-то. Патриарх Тихон, когда умер Ленин, он его считает хороший человек Ленина. А Ленина хорошим, которого не видно даже среди трупов. Сколько он убил их? Его арестовал, и он дальше продолжает. А где норма вот этого досады-то? У евреев было второзаконие, 25-3. 40 ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен, не досадить ему, то есть перед глазами твоими. И поэтому они, чтобы не было ошибки, боясь этого. Второй Коринфянам говорит, от иудеев пять раз дано было по 40 ударов без одного. Они делали 39, если ошибется, то будет только 40. А у православных, как у православных, придумали, как досажде. Досада, если ты бил попа, и у него шапка упала на землю. Все-таки оказывается, вот когда досада. Вот в одном, когда ему, говорят, морду квасят, и в это время упала на землю шапочка. Так православный народ придумал, говорит, как. батьку встречает, шапочку с него снимает, на забор вешает, а дальше ему, говорят, подмекитки, и взвалтузит его, как надо, а потом шапочку наденут, и, батюшка, благослови. Второй Аппаралл и воспалал гнев Господа на Амасию, царь, и послал он к нему пророка. И тот сказал ему, зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей. Когда он говорил это, царь отвечал ему, ну как епископ, разве советникам царским поставили тебя, перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил бог погубить тебя, потому что ты сделал себе не слушайство моего. Я это говорю, что он согрешил против нас, против священства, этот Владимир Александрович Понич. Я его призываю к порядку, в рамки взять себя. А за него заступаются такие там откормленные кони. Досадить, причинить досаду, доставить, неприятность. Он мне досадил своими неуместными вопросами. Вот это да. Досадил. Досадить как? Насолить, прискучить, раздражить, сделать зло, насыпать соли на хвост. Сделать на зло, слова русских синоменов досадить, намеренно сделать зло, насыпать соли на хвост. Ты хотел мне досадить своей ревностью? Он и так досадил нам бесконечными придирками. Вот я им досадил. Я говорю, вот это неправильно, крестите неправильно. Вот это я и насаждаю через это. Неправильно. Оглашения настоящего нету. Все за деньги. Симония сплошная. Торговля в храме идет. Бриты, посты не соблюдают. Причищает всех подряд. Каноны не действуют. Оглашение изедите, выкинули. Я им надоедаю. Насыпал соли на хвост. Досаждать, коробить, покоробить, раздосадовать, раздосадовать, дергать, перекоробить, досадить, причинить неприятность кому, досадить знакомым, неуместными шутками. Все время он смотрел сурово и обиженно, как будто все мы очень досадили ему чем-то. Так этот епископ Славгородский, вот сейчас он на нас, и другие, этот понич, Владимир Александрович. Зачем он так? Это Вересаев пишет. Алисей Коранов. Ну, все это не знаю, что такое связанный комментарий. У меня данных нет. Игнат Тихонович. Круто, однако, вы все раскидали по местам. Благодарим за просвещение. Спасибо вас, Христос. Ну, то, что они канал такой, премудрое царство сделали. Надежда Тишли. Мир Вабагдат Тихонович. Очень бы хотелось, чтобы вы пообщались с ведущим канала тайна премудрости царствия Ильей. Ну, да вы видите, его не могут найти. Парень производит положительное впечатление. Хотелось, чтобы вы его отрегулировали немного. Тут деле Божьем не может быть немного. Или все, или ничего. Один поворот не туда, и ты пошел не в ту сторону. И так говоришь тебе анафемы. Не сходится с Библией анафема, проклятый перед Богом. Мне его расклад и проехт напоминает иудеев, которые ждали миссию. Видимо, хотелось сказать, миссию. Ме. Две ошибки сразу. Который спасет их от ремлян и решит их проблемы. А миссии? Если ахренеть. А миссии, то, видимо, ей надо тут все-таки. Миссия. А не миссия. Вот так. Который спаситель душ Христос. Им такой не нужен был. Так и движение Ильи. Чисто национально-патриотическое. Ждут царя. И разговоры. Постоянно. Царь да святая Русь. Святой она никогда не была. Я показал. Хотя есть вещи, которые он говорит, нравятся мне. Думаю, нам уши остро держать надо, чтобы никто не обманул нас, как простофиль. Извините, если что не так. Да благословит вас Господь Иисус Христос. Производит приятное впечатление. Ну, чем он производит? Я его не видел. Внешним видом. А что говорит? Если говорит не по слову Божию, да анафема, и вот тебе и весь приятный вид. Анафема. Притом анафема серьезная. Это Галатам 1 глава 8 и 9 стих. Дважды повторяет. Ну, вот это наша страница «Мой мир». Вот про «Мой мир» еще раз скажу. Сейчас я его обновлю, эту страницу. Что у нас сразу заготовлено много было вопросов по сайту. Там у нас 4124 вопроса. И мы насчитываем их сейчас. И они насчитаны были, допустим, 17 апреля. А за это время у нас еще роликов появилось около 200. И поэтому они далеки. И когда я их проявляю, они не выходят на то место, где сегодня надо, чтобы люди считали. Они там дальше. И вот вот вчера особо нападал вот этот человек. Теперь это у нас пересюда перетянули уже. И вот здесь что тут еще? Вот она, ответы Библии. Здесь они отображаются. Я их сюда переношу. 308-й ответы Библии. Вот сюда. Но не вышло. Одного ролика нету. Ответы Библии вот. Нету. Значит, еще то ли ставят, то ли нету. И вот наш форум. Православный форум. Заходите, регистрируйтесь, пишите и проще. Ну и наш видеоканал. Вот он какой. Вот пока говорили, кто-то пришел от колокольщика опять здесь. Вот сегодня я утром поставил, сейчас скажу, раз, два, пять, семь роликов, восемь, девять, девять видеороликов поставил. Девять за утро. Вечером еще два. Одиннадцать роликов. А то работа идет. Не нравится, а кому-то нравится, приходит. Конкретная работа, жизнь. И вот, кто это, друг, комментирует видео. Вот, какая-то кошка, рот разинула. Ну, а что тут он может сказать-то? Друг, друг. Так. Стой, я говорю. Все тут. А, вот он смотрит. А Виталий, куда? Вот он что. Ну, а еще тут он пишет. Сейчас мы посмотрим. Это Виталий о себе рассказывает. И вот сейчас смотрите, проявится или не проявится. Загрузка идет. Должна пройти загрузка. Вот он. Друг. Братья, братан, ты искренний человек, только не пропагандируй Кочергина. Он лжехристианин, жидобствующий. Про него очень хорошо сказал в своем ролике Невеев. Посмотри. Ну, я Кочергин, это еще могу сказать. Сказал только что, говорю о том же. Там пар Яаким приехал, Архимандриты. Кочергина я не встречался, не знаю, а у меня зла не сделалось. И говорит правильно, значит, правильно. Ну, и дальше. Вот что говорят. Люди, некоторые наоборот, признают, а другой нет. Братан. Какой я тебе братан? Друг, друг, кошка. От кошки это я принимать не хочу. Что себя прячешь-то, братан? Слова-то какие? И прочее. Ну, и самый у нас большой ресурс, это во свете Библии, библейский православный сайт. Вот эти вопросы мы озвучиваем, которые справа здесь, 55 папок. Много у нас видео, 50 книг здесь насчитано почти. Вот этот ответ. Повторяю, кто там нападает, вот этот, с этим, я ему сказал, если только он настоящий человек, вот он какой, то выйди, вот расстегнутый, как смотри, это все по блатному, застегнись на все пуговки. Я говорил дальше-то, на щеках и везде, ля-двеи, это, говорит, жирные, Бог сильно осуждает это. Полное довольство. Ясное дело, не испастился, а заступается за... Если это настоящий человек, неподдельный, с чьей-то фотографией, то явно дело, что кормит его, кормил и епископ, ему нужен быть и прочее. Заботься о своей душе. Вот сейчас сказал обличение, и все. На животе-то сколько сала, проверь, убери это без пояса. Ну, то есть, сплошь и рядом, полное довольство. Не видно, что же Господь посал, говорит, будете иметь скорбь и печаль в этом мире. Даже внешне-то. Да, дальше это уже говорили с Игнатий, щадо сатаны, клеветник на епископа, Христовой церкви. Да, епископ ли он еще, я не знаю, дурака Господь вышернет. Ну, непонятно, что это. Может быть, это поделка какая-нибудь. Так что, к кому обращаться-то, не знаю. Но, в общем-то, они ведут себя так, как я сейчас тут говорю. Это и есть. Богу слава. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.